В эфире новости на своем студии Роман Вейстероп. Здравствуйте! И в этом выпуске вы увидите. Семейная ссора. Чем закончился скандал супружеской пары в станице Рашиватской? Долгожданное жилье в Железноводске получили дети-сироты. Ключи от квартир вручил губернатор Владимир Владимиров. Сколько человек получили новое жилье в городе-курорте? И когда можно будет справлять новоселье? Никита Лукьянченко побывал на торжественной церемонии и все узнал. Красивая девятиэтажка с впечатляющей отделкой. Собственная квартира в подобном доме Железноводска. Желание многих горожан. Сегодня мечта сбылась для 36 детей-сирот, получивших долгожданное жилье в новом доме. В их числе и участник СВО. По счастливой случайности мужчина оказался в отпуске и смог лично получить заветные ключи от квартиры. Совпадение, скажем так, потому что я рассчитывал на то, что как все это закончится, специально военная пресса, я уже приеду заниматься, скажем так, получением квартиры. Ну, совпало так, что я приехал в отпуск и мне позвонили, сказали, есть возможность в Железноводске получить квартиру. Я был очень рад этой новости, скажем так. Все квартиры в доме готовы к приему хозяев. В каждую из них подведены коммуникации. Есть газ, электричество и вода. Сделан и ремонт. Так что дело осталось за малым. Будущим жителям осталось только завести мебель и можно спокойно переезжать и обжевать новую квартиру. Честно, не ожидала, что так быстро получу. Если честно, 6 лет на очереди. В 2018 году мы подали документы. Вот, прозвонили нам, сказали, что жилое помещение нам предоставлено. Присутствует в Железноводске. Я, как понимаю, вся семья получила. То есть вы не одни получили квартиру? Я, получается, сама старшая. Потом брат и сестра. Но у нас еще есть младшая. Она тоже, наверное, получит нас четверо. Расскажите, вообще первые впечатления ваши. Вот просмотрели, да и комнаты, и кухню увидели, и коммуникации. Все ли в порядке? Вам все ли понравилось? Все понравилось. Вроде все хорошо. Кухня большая, не маленькая. Все нравится. Вон она тоже. Ключи от новеньких квартир с чистовой отделкой детям-сиротам вручил губернатор Владимир Владимиров. Действительно, в этом году мы беспрецедентные деньги выделили. Почти что полтора миллиарда рублей. Я уже говорил, для сравнения, мы 70 миллионов не могли выделить в 2014 году на детей-сирот. А в этом году полтора миллиарда. Считайте, в 20 раз подняли, а будем финансировать. Несомнение, это заслуга нашего президента Владимира Владимировича Путина, потому что это его программа. В этом году мы существенно будем сокращать нашу очередь. Мы в любом случае эту очередность будем побеждать. И мы сегодня реальный в этом году сделаем шаг для того, чтобы очень сильно уменьшить эту очередь. Квартиры для детей-сирот построили за счет средств краевого бюджета. Работы на объекте курировал Минстрой региона. Качество жилья в новостройке проверило Министерство имущественных отношений Ставрополья. Нам удалось только в городе Ставрополь закрыть в том году очередь. Мы приобрели 150 квартир, в принципе, все очередники, дети-сироты получили квартиру в городе Ставрополь. Вот второй город, который мы тоже закрываем очередь, это город Железноводск. Сегодня мы вручаем 36 квартир детям. Ну и очереди на данный момент не будет. Оценили новые квартиры для детей-сирот Никита Лукьянченко и Юрий Корниенко. Ставропольское телевидение. На федеральной трассе, ведущей в сторону Невиномыска, образовались провалы на мосту. На время ремонта проблемного участка организовано движение машин по одной полосе. Полностью перекрывать дорогу не будут. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. О других ЧП в оперативной сводке. Несостоявшаяся продажа. Жительница поселка Иноземцево решила обогатиться за счет съемного жилья. Девушка по выгодной цене предложила 75-летней пятигорчанке купить квартиру. Потерпевшая заключила с обвиняемой предварительный договор купли-продажи. Передала 245 тысяч рублей, а взамен получила ключи от помещения. Позже покупательница узнала, что квартира принадлежит совсем другому человеку. Возбуждено уголовное дело. Роковое столкновение. В Александровском округе любитель скоростного движения выехал на встречную полосу. Нарушитель врезался в легковой автомобиль. От удара обе машины слетели в кювет. А потерпевший транспорт перевернулся. 68-летний водитель второй машины погиб на месте. ГАИ проводит проверку. Семейная ссора. В станице Рашивацкой под воздействием алкоголя муж избил жену из-за того, что та слишком много пьет. Своеобразное воспитание супруги переросло в убийство. От полученных травм 51-летняя женщина скончалась. Суд приговорил злоумышленника к 8 годам колонии строгого режима. Уже 6 лет Ставрополье принимает у себя творческую молодежь со всей России. На этот раз в краевую столицу приедут студенты колледжа и СУЗов, чтобы принять участие в фестивале «Российская студенческая весна». Как проходит подготовка к масштабному мероприятию? Анастасия Толстолуцкая заглянула в оперативный штаб. Ставрополь фестивальный. Своё название фестивальная молодежная столица носит не просто так. За 6 лет регион принял фестивали различных уровней. Краевые, всероссийские и даже международные. Всё, что вы вспомните, всё у нас на Ставрополье. И теперь ожидаем принять ещё один из самых масштабных. Встречайте, студ весна. На этот раз «Российская студенческая весна» пройдёт среди студентов, получающих среднее профессиональное образование. И пока участники готовятся к открытию, в краевой столице уже работает оперативный штаб фестиваля. Интервал от 16 до 35 лет. Поэтому, когда я говорю до 35 лет, тут не удивляйтесь. В Ставрополь приедут больше 2000 участников из 75 регионов России. К такому событию тщательно готовятся. Это не только насыщенная программа фестиваля, но и логистика. Питание, жильё, транспорт. Наши ребята, транспортные гиды, встречают участников там, рассказывают о месте, куда прибыли участники, рассказывают про Ставрополь, про Ставропольский край. И организовывают такой лёгкий, комфортный досуг во время трансфера. Оперативный штаб работает не покладая рук. Всё, чтобы участникам фестиваля было комфортно. Я редактирую инструкцию по сбору аудио- и видеоконтента для выступлений. Это некая инструкция, которая будет направлена для участников, для того, чтобы мы проще и быстрее собрали весь материал для выступлений, который нам понадобится на конкурсных направлениях. Живое обсуждение проходит на базе Ставропольского аграрного университета, который обеспечивает волонтёров и работников фестиваля всем необходимым. Мы организуем процессы именно для самой дирекции здесь, чтобы этой дирекции было удобно сделать фестиваль максимально удобным для участников. И очень приятно, когда мероприятия проходят не в Ставрополе федеральной, и ребята всё равно пишут «Эх, Ставрополь, мы скучаем». То есть для нас это большая победа, нам это очень нравится, и, честно, немного льстит. Конкурсную программу составят 10 направлений – вокал, танец, театр, видео, арт, мода и многое другое. Такие объёмы работы дирекции не страшны. Готовимся к тому, чтобы принять на студентов колледжей, и тем самым, наверное, мы закроем все мероприятия программы «Студенческая весна», которые есть в Российского союза молодёжи, которые, в принципе, проходят на территории России. Мы будем единственный регион, который принял на своей территории все фестивали, которые есть в Российского союза молодёжи, в плоскости творчества. Сам фестиваль пройдёт в Ставрополе с 12 по 17 июня. А с нетерпением ждут участников из других регионов Анастасия Толстолуцкая и Александр Колодко. Ставропольское телевидение. В Железноводске планируют установить скульптуру хозяйки Железной горы. Новый арт-объект возведут на поляне возле Дворца культуры. Согласно мифу, хозяйка Железной горы даровала жителям минеральные источники, а сама изредка навещает людей в образах диких животных. Начнут установку скульптур уже в этом году. О других новостях края расскажем в нашем обзоре. В Ипатово благоустраивает сквер молодожёнов. На территории общественного пространства проложат пешеходные дорожки, обустроят фонтан, фотозону, установят арт-объекты, сообщили в региональном Индоре. Работы проведут по федеральному проекту формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жильё и городская среда». В посёлке Доброжеланном строят модульный фельдшерско-акушерский пункт. Там обустроят кабинет принимающего специалиста и процедурную комнату. ФАП оснастят современным медицинским оборудованием, сообщили в региональном Минздраве. Возведут медучреждения по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. Во второй школе села Большая Джолга в этом году откроют точку роста. Школьники смогут там профильно изучать биологию, физику и химию, сообщили в региональном Министерстве образования. Также на базе центра будут работать интеллектуальные кружки. Откроют точку роста по нацпроекту образования. На этом у нас всё. Ещё больше новостей вы сможете найти на нашем сайте stv24.tv или в социальных сетях. Также вы можете присылать нам свои обращения на номер 8 928 350 8070. В студии был Роман Выстароп. Я с вами прощаюсь. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»